Воздух-воздух 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 собраны на одной панели для легкого использования в этом узком кокпите. Я рекомендую вам отключить отображение ручки управления самолетом, которая закрывает панели вооружения. Первое и самое основное это включить переключатель главный или мастер арм, поставив его в положение on. Это снимет нашу систему с предохранителя и позволит нам запускать ракеты и работать пушкой. Все загруженное оружие на пилонах выбирается серия кнопок, которые немного выше и правее, а пушка включается переключателем gun switch немного левее. Каждая кнопка отвечает за свой пилон, позволяя работать с каждым пилоном индивидуально. Давайте сперва стрельнем из 20-мм пушек кольт МК-12. Как вы видите, предохранитель снят и пушки готовы к работе. Индикатор на лобовом стекле А4Е возможно намного примитивнее, чем вы привыкли использовать на других смартах в ДКС. На нем находится мультифункциональная сетка прицела с возможностью менять дальность этой крутилкой, что ниже. В этом примере мы на минимальной дальности, и поэтому она установлена на 0. Посмотрев, как несколько очередей прошли вплотную к цели, немножко зацепив ее, давайте посмотрим на сайдвиндеры. Чтобы их применить, нужно просто повернуть этот тумблер в позицию air-to-air и выбрать кнопкой соответствующий пилон с подвешенной ракетой. Поскольку ракеты работают той же гашеткой, что и пушкой, пушку нужно отключить, показанной ранее переключателем. Посмотрев по сторонам, я понял, что ракеты висят на втором и четвертом пилоне. Нажимаем кнопку второго пилона на панели вооружения. Вы узнаете, что сайдвиндер ожил и готов к пуску, благодаря знакомому звуку работы и уголовки наведения. С точки зрения геймплея я замечу, что вам нужно только взять захват цель расположением продонной линии вашего самолета на цели, то есть вам нужно дождаться более высокий звуковой сигнал посредством установки воображаемого маленького окошечка на самолете противника, которое находится немножко выше прицела ваших пушек. Также нужно знать, что для исторической достоверности мы пока используем ракету АМ-9 версии B. У нее очень плохая маневренность, так что для лучшего выстрела желательно, чтобы цель была не маневрирующей и летела на средней дистанции ракеты, прямо как сейчас. Мы можем рассмотреть дополнительные модели в будущем, однако на данный момент наша разработка сфокусирована на других аспектах модуля. И хоть АМ-9B имеет недостатки, она снабдит вас надежной огневой мощью против вертолетов и других малоподвижных целей. Итак, Фокс 2, цель поражена. Окей, я надеюсь, что данный ролик дал вам прочувствовать возможности нашего мода в режиме воздух-воздух. Так что до встречи, веселых полетов!